друзья мы продолжаем читать книгу я строю зоопарк олега зубкова ялта первые шаги в один из летних дней девяносто третьего года я отправился в крым какого-то плана у меня не было первым делом поведал в кирчи своего педагога тамару михайловну она искренне была рада мне моим успехом поддержала она и стремление перебраться в крым из кирчи я поехал в сторону ялты останавливаясь в каждом населенном пункте на берегу моря но к сожалению как-то ничего не приглянулась доехал аж до фороса место красивое но увидев позавчерашние газеты понял что и здесь делать нечего вернулся в ялту что-то заставило меня здесь задержаться напомню читателям что это был девяносто третий год бешеная инфляция люди теряющую теряющие опору в жизни один в поисках лучшей доли одни поисках лучшей доли уезжали кто за границу кто в россию другие напротив переезжали в крым торговля недвижимостью шла бойко первый же дом который показали мне агенты местной биржи был просто восхитителен и решение пришло мгновенно еще бы старинный особняк из тесаного камня какие строили в начале двадцатого века в центре города на садовой улице особенно впечатлило то что вокруг зеленая зона метров на двадцать-тридцать столетние кипарисы пальмы моли море рядом фантастика говорят до революции дом принадлежал какому-то важному чиновнику при советской власти в нем сделали десяток квартир вот одну из этих квартир мне удалось купить оформив сделку сразу приступил к ремонту здесь в ялте я вдруг почувствовал огромный прилив энергии нравился дом прилегающая территория зелень вокруг работа спорилась и уже через несколько месяцев перевез семью из киева это был непростой шаг если оксана к новому месту жительства отнеслась благосклонно то все остальные близкие друзья партнеры по бизнесу были решительно против их аргумент был следующим да иметь дачу в ялте хорошо но киев нельзя бросать да и чем в таком городе можно зарабатывать на жизнь не скрою первое время мы с оксаной скучали я часто ездил в киев там остался бизнес но очень скоро пришло понимание что на расстоянии в 900 километров успешно руководить им нельзя пришлось продать на новом месте я организовал несколько торговых точек снабжал магазин спорт товары на жизни вполне хватало было даже предложение работать ялтинском исполкоме но чиновничья работа не показалась мне интересны а зарплата и вовсе была смешной детские увлечения желание быть ближе к природе не оставляли меня и в ялте прямо возле дома стоял безобразный общественный туалет большинство жильцов оборудовали себе санузлы в квартирах а этот пережиток коммунин навык продолжал стоять разнося по двору не самые благородные запахи к величайшему неудовольствию соседи я снес его и построил вольер куда привез из павлинов в доме тоже был маленький зверинец собаки белки медвежонок стремясь украсить свое жилище установил скульптуру львов перед входом снова зашептались соседи кто этому такой крутой у нас поселился одна из соседок в шутку пустила слух что я правну графа военцова представляете нашлись такие кто поверил впрочем меня это только забавляло не стану же я всем и рассказывать что приобрел этих львов по дешевке при реконструкции корпусов одного из южнобережных санаториев оксана и святослав чувствовали себя здесь намного лучше я продолжал заниматься бизнесом но в душе живо какое-то ощущение грядущих перемен как-то мне попалась статья автор который утверждал что становление личности характера человека выпадает на возраст 23 25 лет я действительно считал себя уже совершенно сложившимся человеком со своим мировым ощущением жизнями принципами которым следовал помню я и фразу михаила ломоносова что любую карьеру не поздно начать в 27 28 лет если следовать великому ученому и мыслителю у меня еще был запас времени но все произошло раньше и как всегда неожиданно я дружил с директором за уголка на поляне сказок но никогда никаких планов на его счет не строил более того по дороге на айпетре стоял какой-то раздолбанный домик я хотел его выкупить мысль была та же самая иметь в лесу какой-то домик чтобы косули приходили и чтобы птиц было огромное количество и ежики бегали вокруг почему-то в детстве мне все это нравилось и очень очень привлекало однажды ко мне пришел директор за уголка который располагался рядом и сказал что он больше не в состоянии его содержать и хочет продать поляна сказок была местом известным не только в ялте но и во всем крыму родители любили привозить сюда детишек наверное там были представлены все известные сказочные персонажи фотоальбомах многих рычан их чадо запечатлены смаугли багира и лисой журавлем буратино тремя поросятами витязем и многими другими персонажами все это выполнено в материале что-то из питона что-то из дерева и действительно передают какую-то атмосферу сказки когда мы приехали в ялту ездили туда раза два со станицами святослава но построен еще в 50-е годы объект как-то не приобрел динамику развития за многие годы там мало что изменилось за уголок на поляне сказок появился в 1990 году совершенно случайно после съемок какого-то фильма киношники оставили животных их пристроили в конный клуб который располагался выше поляны сказок было это время становления рыночных отношений и кому-то вероятно пришел в голову идея собрать этих животных за уголок по пути на поляну сказок и дополнительно еще зарабатывать копеечку таких за уголков по стране было немало наш ожидаемый прибыли не принес более того затраты на его содержание росли он стал убыточным и хозяева захотели от него избавиться мы сели машину и поднялись на поляну сказок сам за уголок не произвел на меня особого впечатления як косуля несколько баранов пара павлинах хорьки но вокруг были прекрасные горы раскрашенные многообразием цвета дело как сейчас помню было 25 октября а за клетками стояли заброшенные виноградники признаюсь честно в тот миг я совсем не думала коммерческом проекте что на этом месте со временем появится один из наиболее посещаемых крему туристических объектов все это пришло позже тогда я загорелся идеей приобрести все это то что близко по духу к чему вас я осознанно и неосознанно стремился всю свою жизнь оксану убедить в необходимости приобретения мне удалось без особых усилий но как женщина практичная она обращала мое внимание на риски этой сделки во первых сумма была запрошена немалая в ялте столько стоило трехкомнатная квартира то есть предстояло вложить все сбережения и за что земли нет стационарных построек нет за десяток живых существ но я твердо был уверен в том что покупаешь свое будущее и смог в этом убедить жену в акте приема передачи за уголка значилось нехитрое хозяйство як тибетский одна штука харьки четыре штуки козы камерунские три штуки косуля и белки вот собственно и все да и вагончик в придачу на колеса ни земли не права собственности не коммуникаций не разрешений ничего устав какого-то кооперативного малого предприятия за уголок сказках и все-таки это были начальные документы это была зацепка и все-таки не на голом месте и все-таки уже пять лет до меня существовало какое-то предприятие в этой сфере я сказал жене пообещав давай попробуем знаешь что мы сделаем из этого за уголка сказку теперь у нас есть возможность появить себя по-настоящему так в конце октября 95 года началась новая веха в моей жизни и сейчас спустя много лет стал памятного дня я могу сказать совершенно честно и искренне какие бы трудности и препятствия не возникли на моем пути за эти годы временами было даже отчаяние об этом еще пойдет речь ниже я ни разу даже в самой малости не пожалел об этом шаге прославленный советский маршал василевский назвал свои мемуары дело всей жизни с того дня делом 7 моей жизни стал зоопарк его создание развитие расширения в большей степени тогда это было самореализация но со временем оказалось делом огромной социальной общественной значимости этим я живу все эти годы и буду жить дальше друзья мы почти еще одну главу и возможно вам повезет и мы слышим сейчас перекличку львов пишите ваши отзывы ваши комментарии ваши раздумья по поводу этой книги и по поводу наших чтений как всегда с любовью с тайганом